Здравствуйте! Меня зовут Вадим Климов, я автор программы Афиши, в которой речь идет о культуре в городе Барнауле. Недавно в Барнауле прошел благотворительный марафон. Дело богоугодное. На сцене выступали творческие коллективы, то есть культурой привлекали средства на лечение. Хотя, мне кажется, и так могли собрать без концерта, там все было подготовлено. Но об этом говорить не будем, это не наш формат. Важно это дело культура. Скоро, в связи с сокращением финансирования, целесообразно будет собирать культуры на культуру. Ну, чтобы выжило. Продолжим, однако. Этот марафон показал, что граждане у нас отзывчивы и неравнодушны. И вообще, мне кажется, в последнее время гражданские инициативы стали заметными и результативными. Есть в Барнауле инициативная группа «Цивилизованный город», которая пытается решить некоторые важные проблемы, в первую очередь связанные с внешним видом Барнаула. Евгений Кураков один из основателей этого движения. И мы в ресторане «Кукулек» с приятной обстановкой за чашечкой чая говорили на эту злободневную тему. Помимо этого, сегодня в передаче будут сюжеты о выставке в галерее «Бандероль» и о спектакле в молодежном театре «Алтая Бек». В финале немного анонсов некоторых культурных мероприятий. Мы сегодня вновь в ресторане «Кукулекс». Будем говорить, как обычно, о культуре. И тема у нас сегодня очень важная. Это такой внешний облик города Барнаула. Сегодня у нас в гостях основатель проекта «Цивилизованный город» Евгений Кураков. Евгений. Здравствуйте. Здравствуйте. Долгое время все бились, обсуждали тему, говорили, собирали совещания, собрания. И в конце концов, за последние, как мне кажется, пару лет с появлением вашего проекта, что-то начало сдвигаться. Появились какие-то предложения. Во-первых, с чего начался проект? Что успели сделать? И какие основные шаги уже пройдены? Проекту полтора года, то есть чуть больше, чем полтора года. И в июле 13-го мы прогулялись по центральной улице нашего города Льва, наш Ленинский проспект. И запечатлели исторические здания. Просто вот, как говорится, на 360 градусов. Провели, как мы называем, визуальную инвентаризацию такую. И посмотрели вообще, как у нас дела обстоятся, как вообще используются эти исторические здания предпринимателями, собственниками, арендаторами. И мы увидели, что картина-то не очень приятная. Тем более, если сравнивать ее даже со столицами, с другими даже регионами и так далее. И мы решили что-то делать. То есть мы виртуально превратили одну из улиц Льва-Толстого в такой очищенный. Немножко ее виртуально очистили. Предложили это в виде проекта. Назвали его цивилизованный город и, собственно, оттуда и покатилось. Но вы не наткнулись сразу на противодействие со стороны, например, первоначально владельцев бизнеса, которым предлагают снять рекламу? Работали как бы из-под полы. То есть мы не были ничьим заказом, то есть ничьей инициативой, кроме как своей собственной. И вот наша группа, то есть наша команда, мы закрывались, что значит, после рабочего времени и верстали все эти документы. Когда мы предложили, это был такой маленький взрыв. То есть на рекламном рынке города мы посмотрели немножко, на рекламный рынок посмотрели с другой стороны. В этом, наверное, и был весь, то есть преимущество того, что мы были абсолютно честны. То есть мы не были, еще раз повторяю, там коммерческий заказ, как студия Лебедева, к примеру, она делает по заказу, делала по заказу департамента. Вот. Отклики были разные. Это как все равно, что взять и... Ну, то есть когда что-то меняешь, сразу появляются те, кто... Твои сторонники, да, и те, кто говорят, почему меня не спросили, то есть почему вы этим занимаетесь. Вот. Мы изучили много документов, много опыта и сами путешествуем в Россию, за рубежом. То есть я всегда привожу в пример, почему за границей мы понимаем, что здесь парикмахерская, здесь ломбард, там, не знаю, тут кафе. И нам об этом не кричатся вот этих вот разноцветных, пестрых баннеров и так далее. Если мы говорим про европейскую часть, азиатская часть, там немножко другая ментальность. То есть нам все-таки кажется, что мы где-то... Ну, ты азиатскую часть имеешь в виду Китай. И Китай. В Китае тоже все очень скромненько и интересно. Просто много золота и красного, а так-то все достаточно аккуратно. Все системно. То есть даже тот же Таиланд, туристический Таиланд, в своем хаосе, то есть там все равно есть закономерность, я ее сам пытался проследить. А противоречия, ладно, с предпринимателями, которые в принципе согласны и понимают, их тоже уже напрягла, наверное, ситуация там на той же самой улице Льва Толстого. И вообще мы говорим сейчас больше о старой части города, потому что все мы понимаем, им стремимся, хотим там сделать пешеходную зону, хотим открыть фасады, чтобы все это дело прилично смотрелось. Чиновники тоже всегда говорят об этом. Я помню лет 15 эти разговоры, и, как правило, это никуда не двигалось. Как нашли взаимодействие, например, с комитетами, управлениями? Была довольно интересная ситуация. То есть в первую очередь проект мы отправили главе города. То есть мы письмом, как говорится, с улицы приложили документ. Нам ответил Воробьев на тот момент из архитектуры. То есть он написал, что благодарим за активную гражданскую позицию. То есть это такая, ну, отписка, не отписка. Нам, конечно, было приятно ее получить. Но потом ситуация сдвинулась немного с другого крыла. То есть о нас узнал еще один человек, и потом их было уже с десяток. И выходили туда. Мы понятия не имели, что нам нужно идти именно, например, в отдел по туризму. То есть с Татьяна Петровна Сибирькина мы начинаем раскручивать этот проект. Стоит 2013 год. И, собственно говоря, вот этим вспышком из разных комитетов и отделов проект немножко из тумбочек вылез наружу. И, в конце концов, через 9 месяцев всего публикации, как мы говорим, родился документ, родился регламент, в основании которого легли наши разработки и московские разработки. То есть документ сейчас есть. И он в администрации где-то подписан. Он подписан, он имеет хождение, имеет уже реализацию в городе. То есть очистился магазин под шпилем от баннеров, от этих витрин. То есть там, конечно, нужно приводить сами витрины теперь в порядок. С чиновниками добились большого результата. Галочку поставили, документ есть. Это, наверное, не приказ, все же я думаю, что это норматив для рекомендации. А теперь есть еще такая бригада, которая называется дизайнеры-рекламисты, которые делают эти баннеры ужасные. Здесь правильно говорят, допустим, сами руководители рекламных агентств. Нужно воспитывать, то есть проблема, она не является вот плохим. Как воспитать заказчика? Или плохой заказчик, да. Это, значит, дело другое. Правильный исполнитель он и заказчика сможет поставить. Поскольку я являюсь руководителем дизайн-студии и работаю как раз с теми специалистами, но мы считаем, мы стараемся, по крайней мере, мы тоже рисуем баннеры. Простите, то есть, ну, как бы, извините нас, но мы должны значительно зарабатывать. Но мы стараемся эту рекламу делать какой-то особенной. Для нас каждый проект важен. То есть даже если это социальная реклама, которая будет скучна изначально, потому что боятся какой-то смелости, нужно заниматься и просвещением, и обучением. То есть с института говорить о том, что как может быть, а как нельзя. Ну да, наверное, и достаточно сложно все же убедить того самого заказчика-предпринимателя, который, ну и, как ты правильно сказал, то есть производитель самой рекламы, рекламисты, ну, какая разница, заплатили, повесили, нарисовали, воткнули, сделали. Одна из самых заметных побед, вот, недавних, это все же очищение фасада локомотива. Давно он был спрятан, но самое смешное, что когда его открыли, все обнаружили, что прятали-то не зря, по большому счету. Ты-то знаешь, как это... А здесь на эту дырку картинку повесим, что называется. Ну да, ну локомотив, заслуга победы, скажем так, над вот этими тряпками на локомотиве, это Градика, Ян Строков, ему большой, как говорится, респект. И мы работаем в связке на некоторых проектах. То есть Лева Толстого, скажем так, наша такая, наш объект, что Градики, что нашего проекта. Ну, какая случилась история? То есть, естественно, опять мир поделился на белых и там, и красных. То есть, кто-то говорит, что этого делать нельзя было, реклама, она хоть каким-то на украшение была. Я говорю, ребят, то есть мы всегда приводим пример, вот это вопиющее количество визуального мусора, как если бы вы сделали ремонт в своей квартире и выдрали постер из журнала какого-нибудь, пусть даже глянцевого, пусть даже дорогого, и приклеили этот постер, эту бумажку на скотч, значит, себе на венецианскую стену. С городом та же самая история. До тех пор, пока мы будем относиться наплевательски к архитектуре, считать баннер за 100 рублей квадратный метр образцом, значит, красоты и эстетики, ну, это болезнь. То есть город, который так считает, он болен, как я считаю, по моему мнению. С локомотивом как раз это и произошло. Начался ремонт. Когда мы дома делаем ремонт, мы отдираем обои старые, пожелтевшие. И за этими обоями, поверьте мне, никогда не скрывается какой-то приятненький лоб. Скорее всего, там появляются какие-то еще культурные слои, и их нужно приводить в порядок. У нас же на этом ремонт не заканчивается, мы преображаемся дальше. Сейчас, естественно, подхватили те, кто говорят, что блогеры недостойны. Ну, так или иначе, вот эта ваша гражданская инициатива, о которой сейчас много говорят, с одной стороны отпихиваясь одной, с другой стороны, наоборот, давайте строить гражданское общество. Вот где-то, мне кажется, в городе Барнауле это проросло вот в этой стезе. То есть вы одни из тех, кто смогли каким-то образом сейчас что-то сделать. Спасибо, что пришел, рассказал. Я вообще желаю, чтобы вы активнее как-то так шевелились, а я, если что, тоже в ваших видах. Вот тебе за это такой замечательный подарочек. Вот, спасибо. «Бег» – это очень серьезное произведение. Может, оно и не для молодежного театра, а может, как раз это его литература. Именно сейчас нужно говорить об истории Отечества, о славных героях. Если уж Михаил Булгаков решился в 1926 году писать происход, произгоев, то сегодня это опять актуально. «Бег» – это страшная страница истории братоубийственной войны. К сожалению, это не сон. Но Булгаков нашел такую литературную форму, в которой вся правда может быть выдана за кошмарный сон. С творчеством Булгакова в России непросто. Литературоведы изучили каждую строчку, препарировали каждый образ, потому что советская интеллигенция даже Библию знала в трактовке его романа «Мастер и Маргарита». А «Бег» – это правдивая история исхода армии. Режиссер Юрий Ядровский прекрасно это понимает и кружит вокруг этого. Его мотает, как знамена на холодном метру, то красные, то белые. Он наматывает нервы на телеграфные столбы. Белые веревки – это самая сильная метафора в спектакле. При каждом повороте круга на сцене, при смене картин, веревки наворачиваются на столбы. Это и телеграфные ленты, которые летят из штаба в ставку. Это и тонкие нити, которые рвутся, когда армия садится на пароходы в Константинополь. Это и петля, которая затягивается, удушая, сдавливая, медленно убивая. Прекрасная находка, связывающая воедино все сцены спектакля. Сложный спектакль, рваный, как сон. То быстрый, то глубокий, но в принципе это страшный, повторюсь, кошмарный сон. Много лишнего мне показалось. Много цитат из известных спектаклей, но это же сон. Разве вам не снились фантастические картинки из известных фильмов? Сном можно все оправдать. И это тоже неплохой ход. Я думал о персонаже. Хлудов в исполнении Александра Савина. В его нерве была та сумасшедшая потерянность, которая отпечатана на его героя. Генерал Чернота. Трудный персонаж, он стремительный, он не сдержанный, он русский характер. Он действует с наскока, не думая, но справедливо. Анатолию Кашкареву удалось сыграть генерала. Такой может в кальсонах по Парижу расхаживать. Главная история – это красная нить. В спектакле Ядровского «Белая веревочка» судьба Серафимы и Голубкова. Трогательная история. Даже не любви, а жалости, сочувствия, сострадания и рыцарства. Кстати, первый вариант пьесы назывался «Рыцарь Серафимы». Этот клубочек режиссер не стал распутывать, увлекшись Хлудовым и Крапилиным. А это важная ниточка, в которой вся богом данная трагедия. Не просто так Булгаков назвал героиню Серафимой, а героя Голубковым. Много можно говорить о героях пьесы. В трактовке режиссера, а они карикатурны, архиепископ, главнокомандующий, министр Корзухин, этот образ олигархической бюржуазии и, конечно, Артур Артурович, тараканий царь. Последний очень важный герой. И его сцена, придающая особую смысловую нагрузку действию, это ключ к произведению. Но режиссер только намекает на это, не акцентирует, кто, зачем, куда бежит и окончится ли этот бег, на который так высоки ставки. Мне показалось в спектакле много ненужного движения, но режиссер же говорит «бег». В пьесе Булгакова все актуально «Крым, бег, кровь». Но Идровский сумел затянуть с ответом. Хотя слова прозвучали «Крым сдан», говорит Хлудов. Пауза. «У меня нет задачи анализировать спектакль. Тогда бы говорили про свет, музыку, про конструкцию на сцене, декорации и так далее. Хочется, чтобы зритель увидел спектакль. Он не страшный. Там режиссеру даже дети танцующие приснились». Небольшая, но важная выставка в галерее Бандероль. Петр Кудинов. Живопись. Мир вашему дому. Кудинов не живет в Барнауле и, следовательно, не в центре художественного процесса. Но он участвует почти в каждой крупной сборной выставки Союза художников Алтая. Петр Кудинов живет в Новороманово. Это небольшое село. Не совсем глубинка, но и далеко не столица культуры. Но мыслит автор не мелкими сельскими пейзажами. Озера, коровки, луга, сенокос. Он размышляет о людях. О той обыкновенности, в которой он существует сегодня. О человеке с его вечными радостями и такими же вечными переживаниями. Произведения Кудинова выделялись на фоне наших традиционных пейзажей, мастеров алтайской школы. В них есть уверенность и скромность. Та уверенность и скромность, которая заставляет уважать мастера за умения и за прямоту суждений. В его работах есть что-то от романтических 70-х, когда выросло поколение родителей, которые ощутили оттепель. Когда еще не все застоялось в юности, еще не печатали комсомольских агиток. Кино впитало условность советской действительности, но верило в светлое будущее. Автор оттуда, со своей верой в человека, в то, что подвиг – это ежедневный труд. Думаю, что если он возьмется за производственную тему, то это может стать возрождением реализма. Потому что Кудинов – сельский романтик, который сам все знает и видит. Это такая окопная правда. Которая за глянцевым натюрмортом, салонно-пейзажной конъюнктурщиной, псевдопарадным заказным портретом, мистическим фэнтези на уровне массового кинематографа уже и не разглядеть. Некоторые художники-реалисты советской формации сетуют на засилие авангардистов, модернистов и других истов, как они любят говорить, не отдавая отчет, что сами во многом виноваты, создавая параллельную реальность, в которой их правдой был только идеологический заказ до ярмарка тщеславия «Мир вашему дому», – говорит Петр Кудинов и продолжает жить и работать в настоящей реальности, отражая действительность. Дамы и господа, анонсы некоторых культурных мероприятий начнем с выставок в галерее «Бандероль» Петр Кудинов «Мир вашему дому». В галерее «Кармин. Портреты и автопортреты алтайских художников» в Государственном художественном музее «Живопись» Александра Гнелицкого. В Республике ИЗО пять интереснейших выставок «Сюита Анастасии Алдошиной», «Свободные точки» московского художника Игоря Севера и три фотопроекта. В Зале Союза художников «Большая» выставка Юрия Чурюкова, а восемнадцатого в галерее «Проспект», фотовыставка «Сновидения». Театры через неделю «Елки». В «Куклах» необычное путешествие и классика «Морозка». В молодежном театре Алтая скоро премьера, двадцать четвертого «Ужин на миллион». Режиссер и автор Виктор Захаров. Последний его спектакль был одним из лучших в репертуаре. В театре «Оперетты» конек-горбунок. Я обязательно схожу, посмотрю. В драмтеатре «Четырнадцатого» я пришел дать вам волю, а девятнадцатого «Пленные духи» и уже потом только «Елки для детей и взрослых». Двенадцатого декабря у артистки театра драмы, у заслуженной актрисы России Ольги Леонидовны Кириченко юбилей. С 1961 года она на сцене нашего театра. Мне кажется, это рекорд. Мы поздравляем, желаем здоровья и ролей. А в резиденции журналистов «Грильбар и Тасс» рок-н-ролл. Старые песни о Гландах, Василий Ка, «На Марс в один конец», «Реактивный психоз» и «Первого января», а это уже не за горами, а похмел пати. Кино «Сеть Киномир» ждет вас. Мне кажется, нужно побеспокоиться о билетах на каникулы, потому что они будут длинные, а фильмы интересные. Пингвины Мадагаскара, Голодные игры, Сойка, Пересмешница 2, Интерстеллар, Звезда, Несносные боссы 2, Пирамида, Любит-не любит, Василиса, Путешествие Гектора в поисках счастья, Хоббит, Битва пяти войн. На этом Толкин заканчивается или это навсегда, как Джеймс Бонд? Всего доброго, творческих успехов. Если нужно такси, вызывайте проверенное с шашечками, наклейками и документами. Такси Европа, они всегда рядом. Вызови такси. 4-0-0-7-0-0. Тихо, маму разбудишь. Здравствуйте, вас приветствует служба заказа такси Европа. Потише, детей разбудишь. Мы всегда рядом. В любое время, в любое место. Справедливые цены.